Александр – защитник. Его задача отражать атаки и не позволить сопернику забить шайбу. В неделю четыре тренировки и две игры. Один из последних матчей закончился уверенной победой. На льду команда 13-го года рождения. Тренировки для защитников проводят отдельно от нападающих. Особое внимание уделяет отработке броска от синей линии, отбору шайбы и началу атаки. Я стараюсь показывать детям на своем примере. То есть я сам показываю, сам занимаюсь, они смотрят. Я думаю, это правильно. Так и должно быть. Потому что дети все равно смотрят за тренером. У каждого амплуа своя специфика. Но общие хоккейные навыки нужны всем. Поэтому тренеры совершенствуют техническую базу. Ребята отрабатывают катание, броски и передачу. Тактические действия и игровое мышление не менее важны. Есть бросковые упражнения, которые у нас, опять же, после игр я смотрю, всегда анализирую. Вижу, что не хватает в каком-то компоненте нужно добавить. И подбираем определенные упражнения, чтобы потом в игре этих пробелов не было. Достижения у юных хоккеистов уже есть. Третье место по Московской области. Сейчас борются за награды в Москве. Впереди у юных хоккеистов шесть матчей. В это воскресенье игра на домашнем поле. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Такого «Одинцовский лед» еще не видел. Команда армейцев в полном составе. Самый титулованный хоккейный клуб провел тренировку в парке культуры, спорта и отдыха. Это как бы лед нашего детства. Мы все так начинали на улице. Прекрасные условия здесь в парке. Лед был залит по всем правилам. Немножко снег мешал, но ничего страшного. Ребята получили удовольствие. Мы провели нормальную стандартную тренировку. Что для хоккеистов ЦСКА стандартная тренировка, то для их болельщиков уникальная возможность. Насладиться мастерством любимой команды не с высоких трибун ледовой арены. А вот так, близко. Пригодились даже сугробы. Сверху оказалось виднее. Поиграли 3 на 3. Отработали схемы, броски и тренировка в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Следующую игру клуб проведет на родной арене. Армейцам предстоит помериться силами с подмосковным «Витязем». Боевой настрой. Мы все готовились к плей-офф. Осталось не так много игр. Поэтому все мысли, все игры наши, предстоящая подготовка прямая. Но не только понаблюдать за любимчиками смогли фанаты ЦСКА. После тренировки самая долгожданная часть спортивной программы – автограф-сессия. Сделали фото на память, пожелали команде удачи и, конечно, пригласили вновь на гостеприимный Одинцовский лед. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Десять лет назад сборная России победила в командном зачете на Олимпийских играх в Сочи. Грандиозную лыжню приурочили к этому знаменательному событию. Я в это время, ну, десять лет назад была на Олимпиаде в Сочи послом. Ну, какой-то отрезок времени я была несколько дней. Я, в общем-то, успела побывать и на фигурном катании, и на шорт-треке, и на конькобежном, но, естественно, на лыжных соревнованиях. Так что, я говорю, надо было все охватить. Все было очень круто сделано. Тринадцать прославленных олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира и этапов Кубка России. Те, чьи имена давно вписаны в историю лыжного спорта, стартовали первыми. А когда они прошли половину дистанции, эстафету подхватило младшее поколение – представители Одинцовской спортивной школы. Смешанная эстафета в команде по три человека. Каждый из участников сделал два круга по 600 метров. Лучшее время удалось показать команде Николая Большакова. Это самая лучшая эстафета, это самое лучшее соревнование, когда я бежала с олимпийцами. Это была сложная гонка, для меня, по крайней мере, потому что я не так часто, в связи с тем, что у меня работа такая загруженная, не всегда получается кататься, но у меня попались хорошие сокомандники в команде, которые сегодня сработали на отличный результат. И в совокупности наша команда сегодня завоевала первое место. Сама погода как будто была в сговоре со спортсменами и организаторами. Легкий снег и отсутствие сильного мороза – то, что нужно для идеальной лыжни. Здесь не важен был сам результат. Кто победит, здесь победили все. И участники, и организаторы, и все зрители, все выиграли. Более 65 команд из разных регионов России – и это не предел. Впрочем, организаторы заверили, будут и дальше проводить такие масштабные соревнования, чтобы как можно больше детей и взрослых приобщились к лыжному спорту. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».